Не зря город Брест уже давно взял на себя роль одного из самых зеленых и чистых городов. Несмотря на то, что непрерывно растет число железобетонных застроек, равновесие поддерживается. Развивается цветочное убранство города, и с каждым годом оно все интереснее. Скверы, улицы, парки, подъездные дороги и площадки у общественных зданий и памятников – все они украшены обилием клумб совершенно разных геометрических форм. Вдоль дорожек красуются яркие узорные робатки. Ну а чего только стоят вазы и цветочницы чудных форм из бетона, дерева и железа. Ярким акцентом цветочного наряда города являются коврово-лиственные композиции. Они обычно привлекают много внимания гостей и жителей города. Поддерживать город в таком виде непросто, поэтому работа у цветоводов, работающих над цветочным украшением города, начинается заранее. Этот сезон у нас начался еще в прошлом году, то есть в декабре месяце. Основные культуры, такие как пеларгония, бегония, мы выполняем посевы в декабре месяце. И уже начало января, после 14 января у нас начинается активный посев семян, потому что мы выращиваем рассаду из профессиональных семян. Вот так уже за 5 месяцев до высадки в городе начинает кипеть работа в теплицах. В планах у коммунальника на этот год высадить около 500 тысяч растений. Бегонии, петунии, пеларгонии, тагетис, катарантус, бататы с подвесок и многие другие виды цветов украсит в этом сезоне наши улицы. Выращивание одного цветка с маленького семени – это процесс трудоемкий и не очень быстрый. А когда речь идет о тысячах цветов, тут процесс еще сложнее. Но работники теплиц трепетно относятся к своим подопечным. Я работаю очень много лет здесь, 24 года. И каждый год мы ассортимент обновляем. Каждый год город становится краше и лучше. Цветочные клумбы в городе символизируют порядок и ухоженность, благотворно влияют на психологическое состояние граждан, а главное – создают уют. В этом и цель работников коммунальника. Совсем скоро заиграют яркими красками и наполнятся ароматом цветов и самые новые жилые микрорайоны Бреста. В городе Бресте застроен большой микрорайон Юго-Запад, в котором планируется создание новых цветочных клумб с красочным оформлением, чтобы эта сторона города наша тоже была цветущая, красивая, жизнерадостная, поднимала настроение, так как это новые жильцы, маленькие детки, которых нужно учить, приучать к красоте, к любви, к своей родине. Наш город растет, развивается и меняется, а значит расширяется и ассортимент цветочных украшений. Уже в этом сезоне впервые радовать горожан будут королевские пеларгонии. В этом году закупили новую королевскую пеларгонию. Она у нас первый год на озеленении. Четыре цвета у нас ее будет, так что Брещане увидят на клумба города. А какие цвета? Ну, в основном алые цвета. Как говорят цветоводы коммунальников, в этом году высадку цветов пришлось немного отложить. Уж очень холодным выдался апрель, но совсем скоро важнейший для беларусов праздник – День Победы. А значит, город должен заиграть красками уже к этому дню. Мы планируем начать посадки с 3 мая к 9 мая. Немножко памятные знаки, города-герои, въездной знак, площадь Ленина, памятники. Все памятные места, которые у нас есть на территории нашего города Бреста, будем стараться посадить, чтобы действительно праздник 9 мая сделать город красочным.